шалом дорогие друзья какие вы все-таки молодцы что вы приходите и вместо того чтобы смотреть рекламы или играть в тетрис вы тратить посвящает свое время правильным вещам вложению в вечность к тому что вы думаете о том как приблизиться к творцу это самая главная вещь в этом мире это вложение и в этот и будущий мир в этот мир то что человеку которого есть смысл он чувствует себя внутри хорошо а будущий мир то что еврей в будущем мире за каждую митву получает огромную награду как видно как слышно это то шо шана шалом у выборах йосеф шалом надежда как видно как слышно дорогие друзья напишите по 10 балльной системе например 10 10 если все видно все слышно хорошо насколько хорошо видно насколько хорошо слышно напишите по 10 балльной системы тут и задержка небольшая скоро я увижу как слышно отлично вакцин пишет 10 10 достаточно я хочу поделиться с вами с гулой который сказал нам передал великий комментатор торы которого звали хида и он написал так он написал в книге моток медваж я привожу его примерный перевод он написал так и видели мы нашими глазами людей которых постигла беда до шаббата а в сам шаббат они отвлеклись от мысли о своей проблемой и радовались шаббату как полагается и не впустили грусть и беспокойство свои сердца по поводу своих бед они удостоились что их траур превратился в радость и получили спасение от своих бед чудесным образом о чем нам говорит здесь хида он говорит нам что человек который не дай бог у него есть какая-то проблема не дай бог какая-то беда чтоб не о нас будет сказано этот человек когда он входит шаббат и он отбрасывает от себя все мысли плохие забывает полностью про все плохое что с ним было отключается полностью от своей проблемы и радуется в шаббат и исполняет заповеди шаббат и делает то что нужно в шаббат по-настоящему с удовольствием по-настоящему с радостью такой человек говорит нам а хида он получает избавление и я читал это урава лугаси и он рассказывает что когда он давал лекцию в рамадгане это рава лугасик очень известный раб израиля который постоянно едет с лекциями дает уроки и на одном из уроков он рассказывает свои книжки что к нему подошел человек и сказал вы знаете дорогой урав я вам расскажу историю про меня которая доказывает то что вы сейчас привели то что сказал мудрец хида и что это за история рассказал историю что ему постановили этому человеку на бизнесмену который был на уроке постановили ему огромный штраф связанные с его делами с его бизнесом штраф 115 тысяч шекелей и пятницу было заседание суда и было уже утверждено решение все 115 тысяч шекелей ты должен заплатить штраф и этот бизнесмен встретил шаббат и перед встречей шаббат он сказал все я забываю я вспомнил эту сгулу я буду делать эту сгулу что я сейчас не думаю вообще ни о чем плохом думаю только о шаббате учу тору радуюсь наслаждаясь шаббатом общением с близкими исполнением заповедей творца и он сумел это сделать после шаббата в воскресенье йом решон его вызвали на неожиданное заседание суда еще раз и сказали ему что штраф снизился со ста пятнадцати тысяч шекелей до пятнадцати тысяч шекелей и раф лугаси рассказывает что он показал ему вот эти постановления напечатанные постановления суда где написано сумма сто пятнадцать тысяч шекелей 15 тысяч шекелей и есть огромное количество истории на эту тему когда человек когда он решил соблюдать шаббат когда он отключился от всего плохого и радовался в шаббат он получил избавление от своей беды и мы знаем что гнев шаббат это очень плохая вещь тот человек который гневается в шаббат он говорят написано в зоре книги зор святая книга зор что он таким образом распыляет пламя в геноме аду как это переводится по-русски и таким образом даже в шаббат когда все грешники отдыхают если еврей злится то он таким образом добавляет огня в геном грешники получается по 5 начинают получать там наказание и это плохо и в будний день но в шаббат это особенно плохо гневаться и грустить тоже мы знаем это очень плохо особенно в шаббат это грустить это плохо потому что мы как будто принимаем очень почетную гостью и если мы принимаем гостью с грусти то она не хочет нам идти она просто уходит поэтому тот человек который принимает шаббат с радостью без грусти удаляете своего сердца всю грусть весь гнев этот человек по-настоящему достаивается спасение от творца это то чего я вам желаю от всех ваших проблем с помощью шаббата чтобы вы избавились самое главное шаббат нам дан для того чтобы мы приблизились ситуацию для того чтобы мы были с ним больше на связи именно в этот день и как говорит ахида великий мудрец торы тот человек который по-настоящему в шаббат радуется и забывает о всех своих проблемах всевышний его избавляет от его бед и сейчас давайте посмотрим несколько главных законов шаббата есть у нас фраза отдались от зла и творить добро эта фраза которая написана в ты лим у царя давида и что мы из этого фразы сразу это и учим в отношении шаббата мы учим фра из этого что нам нужно первым делом отдалиться от нарушений шаббата и после этого нам нужно начать совершать заповеди в субботу это не стопроцентное правило не говорите что все я сейчас не буду делать заповеди в субботу я только отдалюсь от нарушений нет но самое главное самое первое человек который еще не соблюдает шаббат он должен отдалиться от нарушений в субботу и и это подобно тому как человек например построил дом без основы без вентиляции без труб кривой дом из плохого материала и сейчас когда он построил уже два-три этажа у думать что мне делать это дома вообще в нем невозможно жить что нужно делать с этим домом этот дом нужно разобрать и после этого на этом месте построить что-то новое правильное качественное и то же самое мы делаем те наши области в которых мы нарушили закон творца построили что-то некрасивая убогая что-то что не держится мы должны перестать это делать таким образом мы очищаем как бы эту духовную зону и потом в эту духовную зону мы вносим положительные вещи кстати говоря мне когда я начал соблюдать шаббат и отдалился от запрещенных вещей был период когда мне было тяжело потому что я например сижу дома да был время когда я дома соблюдал не ходил в синагогу сижу дома делать нечего некому позвонить телевизор посмотреть нельзя ну есть книжка которая же почитал устал что делать я не знал что делать мне было тяжело пока я не понял что это время это пространство которое я получил сейчас благодаря тому что я не делаю нарушения это пространство должен использовать для того чтобы внести туда как можно больше положительных вещей и я начал общаться с творцом я начал потом ходить синагогу познакомился там с новыми очень хорошими людьми и друзья у меня появились друзья я это время посвящал их будут идут в общению с творцом и в результате когда я наконец-то нашел вот эти положительные действия положительные заповеди которые я делаю я почувствовал близость к творцу я почувствовал связь творцом это очень важно понимать что это путь в начале вам может быть тяжело когда вы например кто-то бросил курить шаббат только в шаббат не курит да кто-то там кому-то тяжело например не пользоваться электрическими придут приборами и так далее каждому свое тяжело но в конце концов еврей на этом месте должен построить заповеди и тогда он получит то что ему нужно на его для его предназначения елена гладкая пишет или гладкая а как быть народом мира в соблюдении шаббата значит вообще народом мира нельзя соблюдать шаббат полностью пока человек не стал евреем это подарок для еврейского народа только для еврейского народа но каждый не еврей может принять евдоизм и начать соблюдать шаббат полностью то есть ничто не закрыто ворота открыто открыты постоянно только нужно по-настоящему захотеть и решить что это нужно но на самом деле не еврей даже не обязан состоится евреем если он хочет действительно максимально приблизиться к творцу то я думаю что это самый лучший путь но в принципе без того чтобы становиться евреем не еврей может очень хорошо жить соблюдать всем заповеди ноаха можете стать и вы говорите всем заповеди ноаха из комментарии как соблюдать их травины которые об этом пишут эти семь заповедей превращается больше заповедей там есть ответвление и и это надо знать и те кто соблюдает эти всем заповеди ноаха из народов мира это называется праведник народа мира и что еще я хотел вам сказать дорогие друзья очень важную вещь что мы наверное все из вас слышали такой пасук что мы это читаем в кедуш это почитает или слышал кедуш такая написано и написано про творца и не совершал никакой работы которую делал до ту работу которую делал шаббат всевышний эту работу не делал это очень условное такое очень условный перевод что такое для всевышнего делал что такое работа да ну очень примерный такой перевод хоть какое-то минимальное понимание что происходило в дни творениях и из этого мы учим что еврей тоже шаббат не должен делать работу теперь напишите кто знает интересно сколько у нас всего есть работ вот интересно кто знает сколько у нас есть его работ в шаббат а я пока что вам расскажу что в основном те начинающие новички которые видят эту фразу всевышний отдыхал делал работы в шаббат они думают о отлично так я тоже буду отдыхать я поеду сейчас на море я пойду сейчас смотреть смотреть большой экран кинотеатре вот сейчас премьера новая вышла отлично день отдыха то правильно это евреи создали день отдыха так это шаббат на самом деле в этом есть определенная ошибка маргарита уже пишет шаббат шалом но есть еще время немножко до шаббата сегодня понедельник в принципе со среды вечера уже можно писать шаббат шалом даниэль вот у нас знающий человек пишет 39 работ их подгруппы да я вижу на слушать человек который одет черно-белым я не вижу точно аватар по моему даже и поле шляпа да все правильно даниэль совершенно верно напишите пожалуйста вот у нас 46 человек здесь кто не знал что есть 39 видов работ в шаббат еще один вопрос для знатоков скажите дорогие друзья кто из вас знает то из вас знает откуда взяты эти 39 работ откуда они взялись спасибо сердечки очень приятно значит мы остановились на том что тот человек который только встретил кто такой шаббат он думает о пойду отдыхать и это неправильно потому что задача шаббата это не отдых эти 39 работ которые мы скоро немножко поговорим о них это не то что тяжело делать это те работы как у даниэль нам ответил те которые те работы которые использовались при построении мешкана при построении переносного храма первого храма самого первого как говорится скинь и заветно сколько понимаю правильный перевод на русском языке и эти работы они не обязательно тяжелые например пример пример который любят приводить человек который шаббат перетаскивает шкафы с места на место в одной комнате или даже в своей квартире это это немножко сбился я сейчас хотел ответить елена гладко пишет это 39 роз когда били машеха я такого не слышал я не слышал никакой связи с розгами 39 шаббат 39 шаббат 39 работ это то что связано с храмом я не знал откуда взялись тоже не знаю отлично элла пишет нам окей напомните где остановился помните где остановился значит а на примере значит пример такой что человек может целый шаббат с места на место передвигать шкафы пределах своей квартире до или на спасибо и это не называется работа в шаббат а зажечь спичку или просто перенести например из своего дома например в месте где нет ирува это скорее всего во многих местах вне израиля в израиле почти везде есть ирув перенести просто вещь с например своего дома в другой дом через общую территорию это уже называется работа или просто выкинуть из окна примера грызок яблока это уже называется работа если попадает на частную на общую территорию и нужно понять что смысл шаббата это не в том чтобы отдыхать это важно самый главный смысл шаббата это связь с творцом всевышний дал этот день чтобы мы отстранились от всех дел которые мешают нам быть на связи с творцом и чтобы мы посвятили этот день тем делам которые нас максимально связывают с творцом изучение торы молитва общение теплое в кругу семьи и близких людей вот идут вот идут это общение с творцом своими словами шува мысли о том как я могу приблизиться к творцу это то что по-настоящему хочет творец от нас шаббата и это смысл шаббата и все работы которые даны и запрещенные кстати те кто видит число тридцать девять вы не волнуйтесь из этих работ мы мало что на самом деле реально делает но их надо знать есть работы которые кстати говоря мы часто очень делать и о них сейчас я поговорю но самое главное что когда эти работы не перестаем делать то мы наконец-то можем сконцентрироваться на приближение к творцу на связи с нашим небесным отцом и теперь немножко давайте поговорим о тех работах которые чаще всего нам попадаются первая работа эта работа называется зажигание огня написано лота вируэш бекольма шутэхим бьема шаббат что означает не зажигайте огня во всех ваших поселениях шаббат не день и и и и это то что очень легко скажем так для новичка нарушить то есть например свет в принципе есть мнение что это как огонь свет электрические приборы ну электрические приборы это больше наверное как строительство да когда мы замыкаем цепь но нельзя строить да но эти вещи которые мы часто очень делаем в будний день и поэтому очень легко это делать шаббат елена гладкая пишет да очень приятно спасибо вам доходчиво спасибо елена если вы хотите присоединиться для этого нужно знать как это делать это процесс процесс гьюра я вам советую обратиться к раввину в вашем месте и посоветоваться на эту тему как стать еврейкой если вы этого хотите и дорогие друзья значит то что связано с огнем это та тема которая очень легко нарушить ну понятно что огонь даже просто зажигалку нельзя сжигать газ нельзя сжигать переносить газ огонь с места на место то есть если уже есть огонь я беру например спичку зажигают уже существующего огня в шаббат это запрещено в емто в праздничный день например праздник шивот сукот в роша шана это можно и и кроме того кроме того то что я уже помянул это работа которая называется перенос перенос из места в место нам запрещено переносить я бы с этого кстати начинается трактат шаббат запрещено переносить с частного в общее владение и наоборот с общего в частное владение что такое общее что такое частное надо учить сейчас я не буду тратить время на это я вам просто даю основы если нет ирува ирува это специальная процедура которая делается для того чтобы можно было переносить как бы объединяются территории в одну территорию если нет ирува то запрещено переносить из общего в частное владение и наоборот любую вещь даже в кармане да и поэтому дорогие друзья я вам желаю изучать законы с шаббата это важно важно их знать я вам сейчас дал небольшое как говорится на иврите теймот небольшую пробу что такое шаббат шаббат это сердце еврейских законов тот кто соблюдает шаббат он достаивается благословение чего я вам и желаю огромного благословения от творца помощи свыше в ваших богоугодных делах и соблюдайте шаббат евреи соблюдайте шаббат не евреи которые хотят соблюдать шаббат можете принимать гиур и будьте счастливы вы 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 вы